Франко Кристальди представляет Зейди Арайя В фильме Синьор Робинзон Невероятные истории любви и приключений Стадион Сан-Сира Игра продолжается в том же темпе Интер безудержно атакует, а Милан аккуратно защищается Счет по-прежнему 7-7 в пользу Милана Свисток суди, штрафной в пользу Интера Полузащитник Бертини передает мяч Факетти Факетти проходит вперед, пас Анастази Пас Мацоли, удар вне игры Извини, 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 Амери Это Чотти, Чотти с Олимпийского стадиона Если команда, которой вы отдали свое сердце, выиграла, утешайтесь Режиссер Сэрджо Карбуччи Все началось в это ничем не примечательное утро, Но в конце августа, когда я не предчувствую грядущей трагедии, проснулся в своей уютной тихой квартирке Они имеют преимущество в счете, следовательно, и психологическое преимущество Тренер их противников производит... Примеслабительные робби и марш из постели Анастазия, анастазия, билд, удар! Внимание, в ритрин, идет восьмидесятый матч, счет 3-2 в пользу Интера Пятнадцатый номер Эндрю Миллер родился во Флориде Три года играл в домоярном тюрьме Известный всему миру пружинный матрас, охраняющий ваш сон Рим Каракас на Конкорде Наиприятнейшее шестичасовое воздушное путешествие, которое когда-либо выпадало на вашу злоу Глотнув свежего воздуха, я с обычным спокойствием направился в ванную, галантно уступив жене дорогу Чур я! Нет, я! Я, 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 я Подожди, подожди, пусти робби Не пущу Да не толкайся же Сама и толкайся Я первый прибежал Нет, я! Фирменное блюдо плюс веселье Итальянская пицца под звук и джазы в сопровождении старых химик Миндальный ликер стара, но нравится всем Только то, что нравится постоянно, становится традиционным Безалкогольный напиток Кродино, популярен во всем мире 100 граммов Кродино, 0,4 миллиграмма диамина, рибофлотина, негротина, негротина Хеллоу А, это ты Да Сегодня в 11 Шестого в Каракасе, демонстрация мод Да Разумеется, робби я беру с собой Он обожает морские путешествия Он просто в восторге Верно, дорогой? Верно, дорогой, я говорю, верно, дорогой Да Благодарю Чао Синьора А смокинг синьора Роберто тоже класть? Ну, конечно Зачем мне смокинг? Я не собираюсь ходить на приемы в такую жару Он понадобится при пересечении экватора, болван И спрячь подальше доллара, сейчас черт знает, что делается Ты думаешь, я последний дурак, да? Не знаю, куда прятать денежки, они здесь, в поясе Ни один вор не найдет мои любимые долларчики Так-то? Я призываю всех сочувствующих коммунистической партии Нести свою лепту Таким образом, я, ненавистник моря, очутился на борту теплохода Который увозил меня все дальше и дальше от берегов Италии Смотри, такой крошка ловит даже в океане Мне удалось поймать Италию Одевайся, мы опаздываем к ужину Я не пойду через минуту в футбол в Милан-Афины Но нас пригласил капитан А мне плевать на твоего капитана Ох, жарища какая, задохнуться может Не-не-не, открывай, ты же знаешь, я не переношу морского воздуха Доска смертная, этот корабль, почему мы не сели на самолет? А они иногда разбиваются, мой милый Внимание, внимание Всем пассажирам немедленно надеть спасательные пояса и спасательные жилеты И выйти как можно скорее на верхнюю палубу для посадки в шлюп Почему? Повторяю, всем пассажирам немедленно надеть спасательные жилеты Робби, крушение, мы идем в шлюпу Скорее, спасательный пояс, где мой спасательный пояс, а? Робби, филе, одессе, не нужно выходить на палубу в таком виде Робби, деньги Вот они, спрячь деньги, надержи, где мои брюки? Сохраняйте спокойствие, погрался, где твоих брюк Робби, хватит возиться, пошли Господи, сколько веревок Забудьте взять жилет, крестин Ну-ну, потише, потише Ты с собой всюду опостаешься Я на стул зацепился, подожди меня, подожди меня, Магда Внимание, повторяю Всем пассажирам немедленно надеть спасательные жилеты Ты че толкаешься? А ты че еле ногами передвигаешь, идиот Отцепи меня, отцепи меня от этого чертова стула Сейчас не время для шуток, ну и чего ты остановился? Что с ним? О боже, идем скорее, то все шлюпки разберут Сохранять спокойствие О, Робби, что это? Магда, спроси у них, спроси, что нужно с ним делать Краул, о, Мадонна Шлюпку, шлюпку, мамочки То есть моей жене, моей Магде, ей плохо Поаплодируем этому симпатичному опоздашему, господа Успокойтесь, это была всего лишь учебная тревога Корабль не тонет Возвращайте в свою каюту, сеньора, и примите успокоительное Ужин не отменяется На следующую ночь, когда я уже спал глубоким сном И мне снилась третья серия телевизионного фильма Внимание, полиция Внимание, внимание Всем пассажирам надеть спасательные пояса и спасательные жилеты Ты слышишь? Робби Опять учебная тревога Спокойно Испокойно Где спасательные пояса, жилеты? Всем пассажирам надеть спасательные пояса и спасательные жилеты И выйти немедленно на верхнюю палубу для посадки в шлюпки Делать им видно нечего Пал, палы Внимание, повторяю Всем пассажирам надеть спасательные пояса и спасательные жилеты И выйти немедленно на верхнюю палубу для посадки в шлюпки Магда Кофе уже принесли? Магда Официант Официант Как выяснилось позже Я погрузился вместе с комфортабельным теплоходом На дно океанической впадины Где-то в районе антических островов Я был игрушкой морской стихии Увлекаемой подводными течениями Подбрасываемой огромными валами величиной с небоскреб Я, наконец, ощутился на желанной суше Эй, есть тут кто-нибудь? Магда Куда все подевались? А? Где кабинки для переодевания? Где зонтики? Безобразие Эй, кто-нибудь! А, ну почему не вырубили этот кустарник? Это чертного мода на экзотику До добра не доведет Столько места пропадает Лучше бы построили стоянку для машин Мотель! Терпеть не могу заповедники Ни тебе дорожек Ни умы Просли! Скажите, пожалуйста, где здесь выход? Ну и дикарей Хоть бы указатель повесили Стрелку направо, налево, прямо Так нет же Заблудиться можно А-а-а-а! Спасите! Дин Конг! А-а-а! Спасите! Помогите! А-а-а! А-а-а! Полиция! А-а-а! Я в западне! На помощь, люди! Смея! А-а-а! На помощь! Помогите! А-а-а! 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 Я в западне! А-а-а-а! Ты куда? А-а-а! Да-а-а-а! А-а-а! А-а-а! После приключений в этом бесплатном зоопарке я, в конец изможденный, вернулся на пляж. Ну и пекло. Солнце, как в тропиках. Поколебавшись, в какую сторону идти, налево или направо, я все-таки решил повернуть налево. Не столько из политических соображений, сколько из-за того, чтобы мне не слепило глаза это раскаленное светило. КОНЕЦ Что это? КОНЕЦ Послушайте, кто потерял куртку? Кто потерял пижамную куртку? Синьоры! О, так это же боя. Вначале я сделал круг. Я на острове! Странник! А теперь сообщение относительно гибели итальянского турбохода Сирио, совершавшего рейс по Атлантике. Как выяснилось, пропал только один пассажир, некий сеньор Роберто Мингелли, владелец известной фирмы готового платья. У микрофона сеньора Магда Мингелли, супруга потерпевшего. Как все произошло, сеньора? Мой бедняжка Робби, моя рыбка. А все потому, что он упрямый осел. Говорила ему, летим с самолетом. Так нет же, захотел теплоходом. Когда объявили тревогу, все в шлюпке, он в постели. Поэтому и пропал. Вы все еще надеетесь найти его, сеньора? Надежда никогда не умирает. Кто знает, может он теперь слышит меня. Робби, ты меня слышишь? Рыбка моя! Хочу вас по этому застучить. Магда, Магда, я тут! Твоя рыбка тут! На острове! Магда! В прошлый понедельник на скачках в Орвингшире 18-летний принц Эндрю познакомился с Клио Непфингем. С тех пор их повсюду ведь... Спокойно. Не нервничать. Я должен... Должен взять себя... Куда? Взять себя в руки. И разобраться в ситуации. Ха! Негативные стороны. Во-первых, остров, как я убедился, необитаем, я тут в единственном числе. Во-вторых, выбраться отсюда у меня нет никаких возможностей. В-третьих, есть хищные звери, которые меня могут съесть. В-четвертых, чем буду питаться я, не имею понятия. Теперь позитивные стороны. И одной. Акцивилизованный человек, наделенный рациональным мышлением, я бесстрашно приступил к решению своих проблем в порядке их важности. Первая пища. Кокосовый орех. Тропический плод, содержащий свежающий сок. Я бы, конечно, предпочел, чтобы на его месте был окорок. Любовишь? Нет! 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 Рай! Да! Нет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хочу есть. Сырые яйца, говорят, очень полезные. Какая гадость. Что это, а? О, ваша маматушка, минуточку. Извините, успокойтесь, сеньора, я кладу ваших деток обратно. У вас очаровательные малютки. Прощайте, счастливо оставаться. О, портал, чуть не унес с собой. Извините, извините, сеньора, это одно и недоразумение. Когда мой голод достиг чудовищных размеров и мне уже стал изменять мой оптимизм, на помощь пришла природа, в закромах которой всегда припасено много вкусных даров. О, манго! Мечта всех гурманов. Чудо тропиков. Сейчас я тебя съем. Ай, спасите, помогите, они меня сожрут! Ай, спасите, помогите, они меня сожрут! Проблема, приготовив себе прекрасную вермишель из червей с морскими черенками. Наверное, лучше было бы отварить их. После унизительных и бесплодных попыток разрешить проблему питания, я приступил ко второй, не менее важной, огонь. Испытанный метод первобытных подогревал мои надежды. Малай! 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 Я горю. Проблема номер три. Дом. Вдохновившись пособиями издательства «Фабри», на этот раз я последовал примеру природы, а точнее «Горехвостки», прозванный «Летающий геометр» из-за ее потрясающей сноровки в сооружении своего гнезда. Я в совершенстве овладел ее секретами. Единственным утешением в моей превратной судьбе была погода. Она всегда прекрасна на тропических островах. КОНЕЦ Гроза мне напомнила о третьей проблеме – жилье. Как приступить к ее решению, я не имел ни малейшего представления. Что это? Мираж? КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Послушайте, кто жил в этой хижине? Может, я не сомневаться, я никому не скажу, а? Я слушаю. Ах ты, негодник, перестай щипаться, а то свернул шею до жареной вертели и съем. Так все-таки кто жил в этой хижине? Так все-таки кто жил в этой хижине? Я оставляю все, что имел тому несчастному, которому случится попасть на мой необитаемый остров. Подпись «Робинзон Крузо». После месяца напряженной работы это богом забытое место приобрело свой прежний вид. «Робинзон» мог бы мной гордиться. Я лично был в восторге. «Робинзон» 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 В следующий раз давай пастеризованное. Дни шли с мучительным однообразием. Я делал все, чтобы выжить на острове. Я вижу, вы умираете от любопытства узнать, что я делаю. Это капкан. Такое устройство, в которое непременно попадется самое, что ни на есть глупый зверь. Плод моего творческого гения. К вашему сведению, я окончил колледж. Меня не оставляла мысль покинуть этот гостеприимный остров. И я посвящал свой досуг наблюдению за горизонтом в надежде увидеть проходящий мимо корабль. Тем временем в моей голове зрел план победа. Да чтоб тебя! После долгих дней и ночей интенсивной работы мне удалось соорудить крепкую и очень надежную лодку. Человеческий гений победил при вратности судьбы, ясно? Ну что тут смотреть? Итальянский флаг, ясно? А не панамский. Значит, все в порядке. Итак, я присваиваю тебе имя Робинзона Второго. Братья Италии, вперед! Вперед! Но я не сдавался. На Гренландии и Центральной Европы обрушился глубокий циклон. В зоне связанного с ним теплого фронта отмечаются большие контрасты температуры. Так, поднимем флаг, чтоб все было законно. Мы с вами не какие-нибудь закудалые пираты. Синьорина, если вы не возвращаете, я бы выпил молочка на дорогу. Идите сюда. Не волнуйтесь, мы вас тоже возьмем с собой. Итальянский флаг. Где вы? Провались ты, чертов остров! Ты что, сдурел? Перестань, слышишь? Нет, не надо! Извините, я погорячился! Эй, эй! Куда, куда? Эй! 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 А ну, вали отсюда! Кому, говорят, вот сейчас получишь! Только плод не трогай! Не трогай, говорят! Я пожутил! Пропал плотик! Лишившись наручного транзистора, который обрел место в брюхе этой мерзкой акулы, я теперь полностью был отрезан от цивилизованного мира. Мне ничего не оставалось, как примириться с действительностью. Чотти-чотти с Олимпийского стадиона. В этот момент судья Ганелла дает команду. Но команда Лацио воспользовалась в этот момент прекрасным пенальти. Проклятый идиот! О, нет! Нет! Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ По воскресеньям после обеда я обычно играл с друзьями в покер. Ваш ход. Я пас. Хе-хе-хе. Сто сверху. Я тоже пас. Говорите сотенку? Зачем вы смотрите в мои карты, сеньор? Подаете им знаки. Да, извините, секундочку. Телефон звонит. Будь добр, сдай за меня. Алло. Пина. Почему ты звонишь мне сюда? У меня полно народу. Да, все хорошо. Да, как обычно. На том же месте, да. Чао. Извините, у меня появилось срочное дело. Вы поиграйте без меня, а потом рассчитаемся. Чао, Пина. Чао, Пина. Извини, если я заставил тебя ждать. Какая ты красивая сегодня. Ты была у парикмахера? Пина. Скажи правду. Ты это делаешь, чтобы я ревновал, или потому что знаешь, как я схожу с ума по красному дереву? А? Пина. Я очень одинок, Пина. Я один. Я очень одинок. Я один. 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 Дорогоносец, вот тебе крючок. И вот мы здесь, в Монте-Карло, на гонках на Гран-при. Здесь Клейра Гационе, Фиттипальди, Никки Лауда, которые неожиданно обходят нас слева. Мы проходим сейчас под трибунами, приветствуем князя Ранье. Он очень постарел, по-настоящему сдал. Здесь Эльза Мартинелли, как обычно Ира. Все постарели. Никки Лауда слева. Делон также очень постарел. Иногда по вечерам, чтобы немного развлечься, я ходил в кинотеатр. Один взрослый, один детский. Простите, пожалуйста, вот то место рядом с вами не занято? А, сейчас придут, прошу прощения. Скажите, а то место я плохо вижу, свободно? Благодарю вас, очень любезный. Тысячу извинений. Я сейчас, сейчас. Извините. А что за фильм? А, опять о море. Изумительно. Жаль, опоздали. Начало не видели. Лихо закручен сюжет. Лихо закручен сюжет. Лихо. Возвольте. Условитесь. К моему великому разочарованию это был сундук моей жены, доверху набитый всей той дрянью, которую она обычно таскала за собой. Шикарное платье, стоившее безумных денег, дорогое белье из материи чуть плотнее воздуха, парики, кремы, духи и прочее, прочее. Опять платье, опять белье, опять... О, что это? Мой старый ненавистный смокинг, вызвавший во мне чувство радости и сожаления, воспоминания о прошедших временах. Бруклин, жевательная резинка. Побритый с помощью депилятория, подстриженный щипчиками для ногтей, и надушенный духами моей жены, я приобрел цивилизованный вид. Но отнюдь не походку. Мои модные ботинки стали для меня колодками времен Инквизиции. Ну, чего вы ставились, осуждаете? Вы доходите ее красивой? Нет, богатая стерва. Я ушел в гости и прошу вас никому не открывать. Никому! Тем более, что никто не придет. Добрый вечер. Рад вас видеть, дружище. Добрый вечер. Завтра созвонимся, идем? Может, попозже забежишь, красавец, и я буду там. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Начхать мне на ваше мнение, милейший. Любимый, не могу жить без тебя. Какая скупость палитры, какая строгость линий. Я понимаю, вы предпочитай... Мы... Музыка 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дьявольское отродье! Сейчас я тебя... Кануэ! 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 Спусти меня вниз. Ослабь вот ту веревку. Ай, спина, ай, плечо, ай, голова, ай, бедро. Ай, больно. Ай, ай, несчастный. Ай, мои бедные руки. Мои бедные руки. Ай, больно. А, благодарю. Ты очень любезна. А? Ни черта не понимаешь, что я говорю, да? А я, в свою очередь, начинаю сознавать, что происходило на этом острове 200 лет назад. Робинзон Крузо встретил здесь именно такую очаровательную пятницу. Я знаю, почему биограф Даниэль Дефо скрыл этот факт. Он боялся, что все мужчины побросают жен и примчатся сюда. А? Знаешь, у нас в Риме тоже красивые девушки попадаются, только одетые. Ты прелесть. Я беру этих вертихвосток манекенщицами к тебе в магазин, но они тут же выходят замуж. Тебе известно, что такое брак? А? Давай с тобой поженимся. Прямо сейчас. Хорошо? Ага. Ты довольна моей радостью? Мугунини, бро. Что, поиграть хочешь? Мугунини, бро. Мугунини. Я не имел от такого странного поведения дикар. На меня нашел столбняк. Пятница! Пятница, хватит играть в прятки. Подожди, найду тебя, отстегаю. Пятница! А я тебя видел, маленькая плутовка. Сейчас твой Робинзон войдет внутрь и хлоп-хлоп тебя по попке. Где ты? Я тебя сразу же отшлепаю. Извините, сеньор Кинг-Конг. Клянусь вам, что пощупал вас по ошибке. У меня никогда не было никаких отношений с орангутангами ваших размеров. На помощь! На помощь! Мугумби! 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 Я? Ладно, я выхожу. Мы с сеньором выяснили все недоразумения. Эй, от newspapers! Это цветок! 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 А-ну-па! 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 Молма Хочешь? Собака Люблю абакать Я Роби, ты Пятница Нет, я Роби, ты Пятница Чёрт побери, я Роби, ты Пятница Чёрт побери, я Роби, ты Пятница Господи, мне пришла гениальная мысль. Я пятница, ты Робби. Я, я пятница, ты Робби. Вот и умница. Поздравляю, я пятница, ты Робби. Бежать, теперь ходить. Стой, какой аромат. Я вдыхаю, вдыхаю, я вдыхаю, аромат. Идти вперед, вдыхать, и вдыхать. И любить, любить. Любить. Да, ты меня любить, я тебя любить. Давай поставим здесь раскладушку. Любить, любить. А где ее взять? Впрочем, можно и так. Я любить. Иди сюда, ты не так поняла. Иди сюда, прошу тебя. Да, дыхать, любить, ходи, дыхать, любить, любить, ходи. Балк, я когда? Бака? Бака. Бака. Пятница! Да! Я хочу пить! Да! Спасибо, Пятница! Пожалуйста, Робби! Браво! Я вас поздравляю! Ваш учитель вами гордится! Словом, ты молодчина! Еще немного и... Будешь писать диссертацию! Да! Да! Я будешь писать диссертацию? Теперь мы с тобой друзья! Ты моя подруга! Да! Я подруга! Совершенно верно! Угу! Я твоя подруга! Ты моя подруга! Нет! Подруга слова женского рода! А я да будет тебе известно мужского рода! Я мужчина! Так называются люди, которые носят брюки! И еще... Угу! Угу усы из волос! А тут ничего нет! А у кого усов нет! А тут... Тут сеньора! 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 Правильно! И сеньор! На необитаемом острове остаются наконец наедине! А мужчина, к тому же двадцать семь месяцев, как бы сказать, воздерживался! Скажи, пожалуйста, что они делают? А? Я жду ответа! Мужчина и подруга! Ходить капуста! У вас детей в капусте находят? Капуста стрелять! Без лука! Ха-ха! Все ясно! Идут охотиться! Превосходно! А когда они в сласть по охоте? И вернулись домой! Что они делают? Сеньор! Двадцать семь месяцев воздержания! Сеньора! Кладут добычу! И... Что делать? Пить? Есть! Ты меня с ума сведешь! Сначала они идут на охоту! Стреляют из лука! Затем приходят домой! Набивают свои желудки! Но вот с этим покончено! И... Что они делают? Что делают? Двадцать семь месяцев воздержания! Что делают? Да не мучай ты меня! Динь-динь! Не уверена, что это так называется? Да! Динь-динь! Следовательно... Следовательно у вас... Динь-динь! 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 Так давай же динь-динь! Чего откладывать? Пятницы и Робби нет динь-динь-динь! То есть... То есть как нет динь-динь-динь? Ты пойти со мной, я тебе все сказать! А разве здесь не... А? Пойти! Ну, хотелось бы здесь исчерпать эту тему! Пойти! Ну, будь по-твоему! Может, сделаем привал? Он не позволять! Кто он такой? Великий Бог Магду! О, Боже! Мама Агда! Вы вылитая жена! Только нос побольше! Бог Магду очень сердитый! Он говорит! Девушка и мужчина лежать вместе! Только когда знать друг друга много дней! Поэтому я разбивать каноэ, чтобы ты долго остаться здесь! А-а-а! Это совершенно меняет дело! Но поскольку мы уже давно знакомы, мы можем прямо сейчас... Великий Бог Магду! Ну, если я пробовать с тобой! Раньше двух лун динь-динь! Обязательно наказать! Ну, послушай, Пятница! Пятница моя! Как можно, чтобы после культурной революции майских событий во Франции, еврокоммунизма, исторического компромисса и, кроме всего прочего, феминизма, какой-то здешний эстрадный шут заявлял, что нельзя делать деньги! Это век технической революции, век полета в космос! Бред какой! Робби, если Бог Магду говорить нельзя, его слова нет ослушаться! Эта штуковина как называется? Магду! Я с ним поговорю по-своему! Магду! Начхать на тебя, дуралей! Он тоже начхать на тебя! И твои грубые слова! Он наказывать, когда оскорблять этот остров, и меня трогать, прежде чем пройти две полных луны! Пятница! Уверяю тебя, не так страшен черт, как его молюет! Ух ты, моя куколька! Это какой восхитительный, освежающий ветерок! Ха-ха-ха! Не ветерок, великий Магду сердится! Опять за свое боремся, боремся с предрассудками, и вот результат! Сейчас я докажу, что это ерунда! Вот! На помощь! Люди! Магду я больше не буду! Магду! Магду! На помощь! Магду! Магду! Магда-магдум! Это маленький Магду. ilk Ах, кто такая? Это ты. Пить хочу. Буко. Нет, пошел он к черту. Двадцать месяцев пытаюсь его расколоть и все тщетно. Не хочу больше иметь с ним дело. Только и всего. Буко. Как мило. Пить, пить, сладко. Отвинчивается и все. Ясно. Пожалуйста, Робби, ходи. А можно я сначала допью? Ходить, ходить. Куда ходить? О, господи, ни минуты покоя. Что с тобой? Ничего. Почему ты грустишь? Видишь, как здесь красиво. Красиво ты, красиво. Светит солнце. На самом же деле, судя по моим зарубкам на том столбе. В моей стране сейчас Рождество. Рождество? Что такое Рождество? Эх, Рождество. Это как день рождения. В общем, это праздник, придуманный ассоциацией торгашей. Это день, когда все делают подарки друг другу. Подарки? Ты ведь не понимаешь. Не знаю, как объяснить тебе. Что такое подарки? Подарки – это обмен ненужными вещами. Однажды я получил 72 совершенно одинаковых еженедельника. Единственный замечательный рождественский подарок – это кулич. Как бы мне хотелось его поесть. Ну, хотя бы откусить. Это мой подарок. Слышно море? Слышно море. Слышно море. Да я уже 27 месяцев слышу море. Это все равно, что дать мне под зад. А я хочу телевизор, понятно, хочу телевизор. Могу я делать телевизор? Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня мы передаем из Кастро-Каро фестиваль фольклорной музыки. Прекрасно. Ак-дон-э-рас-э-ни, ак-дон-ай-бене, а-дон-э-рас-э-ни, а-к-дон-ай-бене, и-до-маны-сану, у-си-до-мэ-не, и-до-маны-сану, у-си-до-мэ-не, и-до-маны-сану, у-си-до-мэ-не. Что ни говорите, а в народных песнях есть свое очарование Аши-мохо-макаши-майки-шо-мако-но-мо С сегодняшнего дня я попрошу вас называть меня сеньор Робинзон, договорились? Робби А Готова кушать Рыба, конечно, одно это слово вызывает тошноту Сегодня рыба нет, сегодня накумбоа Что? Накумбоа? Ты поймала дикого севизня Они летают на высоте 400 метров Хотелось бы знать, как тебе удалось поймать накумбоа Очень легко Очень легко Я тебе сейчас показать, Робби? Нет, нет, не трогай, не трогай это смертоножное оружие Не волнуйся, гляди Ого, что ты пронеси мимо Вот Вот, и легко Браво, хвалю Почему браво? Разве ты бояться свое оружие? Видишь ли, дорогая, у меня некоторые затруднения с фазой возврата Ты не уметь охотиться Ты не уметь рыбу ловить Ты не уметь ни черта моя, дорогая Слушай, Пятница Я цивилизованный человек Если я хочу рыбу Я беру это И ловлю рыбу и ем ее, ясно? Это наживка для рыбы? Я должен объяснить тебе все В моей стране каждый умеет делать что-то одно Например, я умею делать, ну, одежду, готовые платья Я делаю эти тряпки Здесь мужчина делает накимбуа А я что делаю? У меня есть наживка Но я не держу наживку дома А осмотрительно кладу наживку в один далекий дом Очень далекий, который зовется банком Если я хочу накимбуа То выхожу из своего дома Иду в банк Беру наживку Иду к человеку Даю ему наживку А он мне дает накимбуа А он что делает с наживкой? Все, что захочет Берет наживку Естественно, кладет ее в далекий дом, называемый банком Если он хочет одежду Выходит из дома Идет в банк Берет наживку Несет наживку мне Отдает А я даю ему одежду Потом я беру наживку И иду в дальний дом, называемый банком Ну, извини Не лучше делать так Наживка не нужна Я удивляться И чему тебя учить в школе? Робби, ты сам это сделал? Да То есть нет Мои модельеры Красиво, правда? Пожалуйста, мерить Мерить женское платье Ты что, совсем рихнулась? Дай сюда Представляю себе Мой видик в декольтированном платье Женщины твоего племени Нет, голые? Если бы так Ходят распуфыленные На голове чертки Что? Сверху шляпка Вот смотри Сколько добра за собой возят Послушай, пятница Хочешь, я тебе покажу Как одеваются женщины моей страны? Да Ну хорошо, тогда смотри Вот это Потом бери эту штуку Сейчас, сейчас Так, хорошо Что ты делаешь? Их не надевают на голову Это же трусики, трусики Бикини, надеюсь, размер подойдет Надевай Как? Очень просто Слушай внимательно Правую ногу в эту Левую ногу в эту дырку Давай попробуем Так Молодец Умница Вот, молодец Потом просунем другую Пол теперь тянем Вот так Ой, больно Ну, ты чего же Неудобная вещь Больно Натягивай получше Получше Наконец-то Никогда не предполагал Что это так тяжело Но, Робби Сейчас Когда я делать пипи Я буду их намочить Будешь пипи Снимешь и все А тогда зачем надевать? Я сам не очень знаю Наверное, так нужно Одно слово цивилизации Так теперь это Называется пояс Такая штука для чулок Как это застегивается Пальцы вывихнешь Чулочки Ой, больно Ты думаешь, им не больно? Все, с этим покончено Больно Теперь это А ну-ка подними свои бусы Поднять? Наверх повыше Сейчас, погоди-ка Чтоб не свалилось Опять застежки Надоели уже Тебе не нравится моя грудь? Мне? Напротив, она мне чрезвычайно нравится Зачем тогда закрывать? Кто я? Да была бы моя воля Насколько я понимаю Они надевают это Чтобы поднять Свою Их Ее Мне не нужно поднять Тебе-то не нужно Но я знаю таких У которых Ой-ой-ой-ой Мамочки Теперь вот это Чулки в сеточку Чулки Сеньоры твоей страны Ловите им рыба Рыба Все зависит от того Что называть рыбкой Так, давай ногу Чулки надо только для этого Ну, для этого И для того Чтобы предохранять ноги от холода Прогреть что-то за ела Еще эти складки Это воин твоего племени, Робби А? С чего ты взяла пятница? Это моя супруга Что это супруга? Супруга? Супруга это такой предмет Такая вещь И это человек С которым я Я делаю Динь-динь Ты с воином Делаешь динь-динь? Нет, что ты Да Ты права Я 22 года Живу с воином Я одного Не понимать, Робби А? Почему тебе нравятся Сеньоры одетые? Как тебе Это потому Что мне нравится Раздевать их Тебе этого не понять Вот если бы я тебя одел А потом бы раздел Я тебе давно хотел сказать Пятница Ты замечательная девушка Я люблю тебя Что это? Магду Магду Извините, прошу прощения Я, конечно, виноват Но, видите ли Она, сеньор Магду Мне как брат Как сестра Я полагал Извините еще раз Спокойной ночи Всего хорошего Спокойной ночи, сеньорина Видите, сеньор Я ложусь в свою кроватку Так, поворачиваюсь На левый бочок И засыпаю Как всегда Один Сеньорина 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 Магду Магду Нет, Магду Это я Так можно и на тот свет отправить Что за дурацкие шуточки? Нет шуточки Я все понимать Тебе нравятся, сеньоры, белые И везде-везде одетые Я белая И везде-везде одетая И тебе нравится? Очень нравится Дальше некуда Даже в Риме, где ко всему привыкли То бы развели руками Посмотри-ка на себя в зеркало Сделай мне одолжение О, Господи За какие грехи Ты у нее отнял разум И что у тебя на голове Чучело-то огородное? Я надеть шляпку для тебя А ты недоволен? Нет, почему? Я очень доволен Правда, я чуть не умер Но это пустяки Левая сторона до сих пор парализована Пятница 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 Пойди сюда Да пойди же сюда Пятница Ты на меня обиделась Прости меня, пожалуйста Я не хотел В конце концов Пошутить с тобой что ли нельзя Сразу дуться Ну, хватит Давай помиримся Ты мне нравишься, какая есть Ты очень красивая, Пятница Правда, очень красивая А, вот так чудеса Я до тебя дотронулся А он Он на меня Ноль внимания Даже не думает гневаться А? Бог Макдуне гневаться Потому что Две Луны пройти А, я совсем забыл А ведь верно Прошло два месяца Ну, поскольку вопрос Луной решен Нам необходимо Не теряя времени Приступить к решению Другого вопроса На мой взгляд Не менее важного Ты и я мы с тобой Как бы это Ну, динь-динь Да А у вас вы делаете так? Да Только так? Так Просто у нас нет В общем, у нас по-другому Как? У нас это самое с носом Мы никогда не делаем Нет? Нет, и у нас женщины Которая хочет сделать динь-динь Ты ведь хочешь делать динь-динь, надеюсь? Да Я тебе сейчас покажу У нас женщина вот так ложится Она совсем расслаблена А мужчина? Мужчина Мужчина Внимание, он зверь Он открывается вот так, как кондор И потом И потом опускается вниз Как кузнечный молот И начинает неистово, как Как? Нет Я уже не помню Я давно не тренировался Прошло столько времени Может, страх после того раза Когда я хотел сделать с тобой динь-динь А ты дала мне по голове Перед ударом ты говорила это Мугунини Мне или корню? Мугунини? Мугунини Мы всегда извиняемся Перед тем, как сломать кому-то голову Мугунини означает Извини, корень Если я сделаю тебе больно Да Однако попросить прощения Ты могла бы и у меня Мугунини, Робби Ты что? Мугунини Кто это? Что вы себе позволяете? Помогите нос Он отвинчивает его Это еще что за чудище? Мой жених Он мне почти оторвал нос Отвинтил его Что ты ему сказала? Что я влюбилась в тебя Будешь изгамуга-бога А что он сказал? Сказал, что тебе сейчас покажет А, посмотрим А сейчас что он делает? Выбирает камень А, выбирает камень Нет, тот маленький был, пожалуй, получше Вот правильно Нет, сеньор, этот, я думаю, не стоит Такой тяжелый, это уж чересчур Мугунили, Больба Мугунини Сначала извиняются А потом бьют Илья Если нации Уважаемый Вы не могли бы мне сделать любезность Сообщить Куда меня везут? Туда, где живет мой народ. Наш старый вождь нас рассудить, Робби. Синьора одна и два мужчины, не быть хорошо. Зачем заострять внимание на мелочах, синьоры? Я понимаю, вы люди далекие от цивилизации. Так берите пример с нас, у нас в порядке вещей и любовь отруа. Что такое отруа? Ну, это французское выражение. У нас бывает довольно часто. Девушка выходит замуж, а потом появляется друг дома. Хочешь, этим другом буду я или наоборот он. Горида-го. Вахуга бала мащи, макула мана диньди, макула гамани, агулага еще мана. Манагараны? Да, манагараны. Нет, я не так выразился. Синьор, я беру слово обратно. Руками трогать. Доброе утро. Мальчик, женито молчок. Слушай, а что сказал этот индивик? Наш великий вождь очень мудрый. Он сказать, кто быть со мной, тот состязаться в играх с Маддинго. Что с этим дикарем? Нет уж, увольте. У вас свои моральные кодексы, у нас свои. К вашему сведению я женат. Мой вам совет, уважаемый вождь, соедините хузами деменей, а я с вашего высочайшего позволения откланяюсь, возьму на берегу Каной и отправлюсь. Высвоясь к берегам родной Италии, не бойся, дорогая, не ревнивая, а мясницу я... Кто такие? За что их? Они не послушаться вождя, понял? Понимаю. Если вам угодно, я готов начать состязание сию минуту. Как уже? Я забуду. Сначала будет поэзия. Да, а именно? Ты и Мандинго нам читать свои стихи. Что это он прокричал? Солнышко выходит, людям жарко-жарко. Теперь ты говорите. Я? Да. Сию минуту. Хоть морилась ли ты в полдень без демона, быть или не быть, вот в чем теперь вопрос. Ну, переведи же. Хауши-ка-ма-ша-хи-ки, хаку-на-ша-ма-ма-на-ки, хауши-ки-ма-ка-баки, хаку-ши-ма-ка-ба-гайя. Хауши-ка-га-ка-да, хаку-на-ша-ха-ха-ка, хаку-на-ши-ки-ма-ка-ка-кай-ка-ка. Хаку-на-ша-да, хаку-на-ха-да, хаку-на-ха-ка, Кирксказать! 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 Звучит музыка! Звучит музыка! Здорово, да? Теперь ты! Я разве? Да. Сделайте милость, возьмите, пожалуйста. Кирксказать! Поехали! 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 Да снимите из меня эту дрянь, я не вижу, куда идти. Я победил в 5 минут. А теперь, Робби, третье испытание, выдержка воли, кто дольше быть без еды. Вот еще я уже 7 дней голодаю. Победит тот, кто ни к чему не притронется. Ну, черт с вами, но это негуманно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я протестую, вы нарушаете условия Женевской конвенции. Прошу вас позвать сюда итальянского консула. Ой, Жанг, выньте меня, пожалуйста, из банка. И вызовите пожарных. Вообще-то я всегда был против дискриминации, сегрегации, дисгармонии. Извините, чуть пересолили. И прошу вас, шеф, поменьше специй, у меня от них изжога. Я хочу знать, почему бездействует профсоюз. Я позвоню, позвоню по телефону моей маги, она вам задаст увидеть. Что уже? Рано воевайте, я еще сыроватый. Я тебе заварился, слышите? Как мне потом объяснила Пятница, это была лишь всего-навсего очистительная ванна перед обручением. Ибо решение вождя состояло в следующем. Я проиграл соревнования, следовательно, я слабый мужчина, и мне нужна женщина, чтобы укреплять мой дух. День свадьбы был назначен через шесть лун. А пока мне предстояло изучить обычаи и язык моих будущих соплеменников. День свадьбы! День свадьбы! День свадьбы! Пятница! Ты доволен? Как доволен? Ведь они хотели приготовить меня на сковородке с разными сортами сыра. Это было очистительное купание перед свадьбой. Свадьбой? Да. Вождь решил, я твоя женщина. Но я же проиграл состязание. Вот именно. Мандинго сильный воин. Он не нуждается в женщине. Ты слабый. Тебе нужна женщина. Теперь, Робби, пятница вместе навсегда. Всегда вместе? Что это сказал бригадир? Командующий. Он хочет, чтобы мы делали дин-дин здесь. Прямо здесь? Да. Здесь, перед всеми. Да. Это обычай нашего племени. Когда двое в первый раз счастливые, все должны видеть, чтобы разделить их счастье. Не бойся сделать счастливой пятницу. Сделай счастливой пятницу. Сделай счастливой пятницу, Робби. Я делаю счастливой. Делаю счастливой. Разрешите? Простите. Я хочу дин-дин. Минуточку. Извините. Извините. Мне необходима концентрация. Сейчас я сделаю. Послушайте, дорогие, вы не могли бы закрыть глаза всего лишь на полчаса? Нет? Пятница. Я должен тебе кое в чем признаться. У меня такое чувство, что со всеми этими друзьями вокруг нас у меня никогда ничего не получится. Не беспокойся, Любовь. Робби, не волнуйся. Робби и пятница имеют много времени. Через шесть месяцев я полностью проникся нравами и обычаями того племени, в котором я, безусловно, исполнял только высококвалифицированную работу. Робби. 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 Я хочу дин-дин. Дин-дин? Да. Как прекрасно мы здесь разместимся. Ты уверена, что нас никто не увидит? Никто. Неужели? Наконец-то. Мне кажется, сном, что мы с тобой одни. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Абабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Пятница, ты слышала, поймали акулу Пойдем посмотрим Нет Мы останемся Почему? Как почему? Наконец-то одни Робби, мы одни, Дин-Дин Как хочешь ты без всех, кто смотрит Ты действительно уверена, что не придет никто? Ты уверена? Пятница уверена Любимый, любимый Робби Уже любовь? Любовь Я хотел сказать Мне бы не хотелось Не хотелось бы переусердствовать У меня такое чувство, что что-то происходит Что я деформируюсь Пятница Извини Что это? Здесь радио? Футбол? Минута за минутой Идет игра Это же Чароти с Олимпийского стадиона Мартин отдает мяч Норт Репортаж с Олимпийского стадиона Руби Мартин Бакхаба Капонга Опасный момент Удар поворотом Мимо Не трогай Это мое Дай сюда, на хабах Мое радио Транзист Слышите? О, еще остатки газеты Кока-Кола Вот это да Ну и прозорливая была акула Глаза в твоем невере И мое любимое, ненаглядное мое счастье Макуба Адикабаба А это Кока-Кола Кока-Кола Есть ли ровная вода Лимонный кислотан Гидрицоды Кофеин Ароматические вещества Фруктовые экстракты Тонизирующий напиток Ммм Ну пожалуйста Мне не жалко Пей себе на здоровье На Не стой Посмотрим, что пишут газеты О, докатились Закрывают передачу карусель Это же непривычка Однай обратно Какое везение Какое везение Батарея садится Я не дослушаю матча Робби Робби, почему ты не идешь? Не видишь, я читаю газету Не мешай Итак, посмотрим Невероятные вещи Любовь с первого взгляда Кажется, Ренцо Арбора Влюбился в Джане Банкомпании Ах да Ты ведь не понимаешь Ну, ээээ Рючи и Альберти Самый модный На поле уходит Миллер Выстоя Паринским телевидением Нельзя сказать, что Рассказания на Новый год Отличают Четвертого Кемином Погода ожидается Сырой Пельменной Возрастет количество Заболеваний Артритами Ритматизмом Возрастут эмоциональные Стрессы Вот Филиппия Изабелла Расселини Дочь итальянского Роберта Расселини И шведской актрисы Ингри Бэтмен Заявила, что кино Никогда не станет Ее поприщем Хотя деловая жизнь Становит все более Непринужденной Большинство бизнесменов Все еще носят галстуки Старая Добрая певица Мина Весит уже 120 килограммов Пятница Мандинга Накокина Поики Акаука Перевожу В пятницу Я и Мандинга Сели в каноэ Под прощальные крики Моих новых друзей И через несколько часов Мы высадились На острове Робинзона Однако Мои мысли Были далеко Я думал Об Италии Круто Круто Аааа 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 Видишь, наш остров А? Да, 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 очень приятно. Искусство рисунка сейчас переживает стратег полного возрождения. Что? Нет, не может быть. Рафа переметнулась на мальтийское телевидение. Ну, знаешь, Рафаэл Лакара, пухленькая такая, звезда итальянского телевидения, попросвещу девушку с перцем. Как выяснилось, она сбежала на Мальту, у нее новый роман со знаменитым Анну. Ой, 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 бабочки, дед страницы. Можешь себе представить, теперь я никогда не узнаю, с кем сбежала Рафа Лакара. Анну, где ты можешь выйти? Антонелли, где вы по-средней, по-средней, по-средней. Нет, скорее всего, Андреоди. Настало время выбирать. Я? Если что-то пошло, я выбираю Антонелли. Роберто! Магдей, Ма... Роберто! Меня зовут Ма... Это Магда. Магдей! Роберто! Роберто! Магда! Магда! Вот, вот, вот он я! Вот он я, Бурка-Лобака! Робби! Где ты? Мама... Магда! Робби! Твой котик за тобой приехал! Магда! Магда! Робби, ёжик! Я прибежала Рафа Лакара! Робби! С каким Антонелли? С Антонелли из Флорентины или с кем-нибудь другим? Заклинаю тебя, скажи скорее! А правда? Правда, что с первой дворя... Дай руку, любовь моя! Держись крепче! Мужчина, вы смотрите! Спасайте его! Он ведь утонет! Я бегу к тебе, Робби! Мой бедный мальчик! Мой ангел! Моя дядка! Нам, Ангел, тебе удобно снять! Я ни на минуту не сомневалась, что ты жив и все это время поразил океан! Мы уже взяли курс на Ямайку, как вдруг на палубу к нам сел почтовый голубь! А на шее у него письмо, где сказано, что на острове Робинзона живет белый человек и зовут его Робби! Это ты мне послал голубь, мое солнышко ясное! Голубь был почтовый? Да! Минутку, я сейчас вернусь! Робби, куда же ты? Робби, не бросай мимо! Мы только нашли друг друга! Робби! Робби! Пятница! Ты послала почтового голубя! Зачем ты это сделала? Мне хотелось, чтобы ты быть счастливой! Спасибо, Пятница! Но я бы мог быть счастлив и здесь, с тобой, на этом острове! А теперь, видишь, за мной пришел корабль! Я должен, должен ехать! Нет, Робби, ты не должен ехать! Ты хочешь ехать? Могуни не пятница! А может быть, все и к лучшему! Я привык к той жизни, ты к своей! Мы с тобой слишком разные люди! Я белый, ты, ты черная! Нет, Робби! Я черная, а ты кругуа! Да? А что это означает? Кругуа! Дерьмо! Дерьмо! Робби, иди сюда! Робби! Я сразу же отвечу на все ваши вопросы, сеньора, но чуть позже! Что у тебя с ней общего? Я понимаю, я скажу, что это Робби! Может, я все с тобой, если позже? А какой у вас хобби? А это лишь на горничное! Я вам все позже расскажу! А вы долго искали вашего мужа? Робби, Робби моя, скажите подробнее! Робби, иди сюда! Скорее! Не споткнись! Робби, не споткнись! Робби! А поможет Робби! Спасибо! Теперь я готова ответить на все ваши вопросы, сеньоры! Господин Мингели, как вы оказались на этом острове? Ой, Робби, очень застенчиво! Всего слова не имею в виду! Это так, господин Мингели! Так, так, ведь правда, дорогой! Я всегда говорю за тебя! Поцелуйте вашего мужа, сеньора! Как вы находите жизнь на необитаемом острове? Не слишком данноеобразно! Сеньор Мингели, сеньора! Робби, куда ты слой? Ты смотри, ноги к мини! Угадься! 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 Кто? Робби! Робби! Куда ты, Робби? Эй, вырододей! Человек за бортом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»